Уважаемые друзья, читая обзоры, то, о чем вы написали, сказали, может быть не столько вы, сколько так называемые ваши коллеги, они заметили то, что я встречаюсь с активом, как мы его называем. Ну и опять конспирология, что якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому президенту приходится реагировать, ну как пожарнику в принципе. Так вот, хочу сказать, что здесь нет никакой чрезвычайности. Вы, в принципе, в подавляюшем большинстве здесь присутствующие из 250 человек, сидящих в зале, люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление, это точно. То, что у вас может быть на тот или иной факт мнение разное, это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Когда-то я говорил, что когда готовят мне совещание у президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, альтернативное мнение есть по вопросу? Нет. Тогда совещание отменяется. Его проводить нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне президента, обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм. Ну, все это правильно. Поэтому я нормально отношусь к тому, что в этом зале бытуют разные точки зрения, разное мнение. Поэтому, встречаясь сегодня с вами, я прошу иметь в виду, что мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, которые прежде всего волнуют вас. Средства массовой информации у нас государственные, они будут государственными, по крайней мере, те, которые сегодня есть. А будем создавать в большем объеме государственный сектор. Абсолютно откровенно хочу вам сказать, это мы начали делать. Министр за это отвечает, даже пресс-секретарь президента, не говоря о главе администрации, к этому подключен. Будет наведен жесточайший порядок, и во главу угла будут поставлены именно государственные средства массовой информации. Наконец-то вы почувствовали, что такое свобода слова, особенно прогрессивно настроены в этом зале люди. Сказал не то, обзовут еще похлеше. Даже в этом зале я вам сказать не могу то, как пишут и что говорят. Каждый из вас получил порцию тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Это нормально, и мы говорим, свобода слова, демократия. Да, свобода слова, но любая свобода слова ограничены в любом государстве законом. Поэтому здесь мы наведем порядок. Субтитры создавал DimaTorzok